В царствовании императора Максимиана в Антиохии жил известный военачальник Феотекан. Несмотря на то, что служил он в римской армии, взгляды на вероисповедание Максимиана он не разделял и часто открыто заявлял об этом. Однажды в Антиохию прибыл сам император и потребовал от всех жителей принести жертву языческим богам. Феотекан, как христианин, отказался исполнить царский приказ. Тогда Максимиан, глумясь над верой Христовой, велел одеть Феотекана в женские одежды и заставил прясть вместе с рабынями. Через три недели император призвал к себе его, надеясь, что унижение сломило дух военачальника. Но вновь услышал твердое исповедание имени Христова. «Ты погубишь свою жизнь, если не покоришься», — угрожал Максимиан. Но Феотекан только молчал. Тогда царь-нечестивец приказал жестоко мучить праведника, а потом бросить его в котел с кипящей смолой. Но как только мученик оказался в котле, пламя под ним погасло, и жар от смолы весь остыл. Максимиан замер в ужасе и, не желая больше испытывать силы Феотекна, отправил его в темницу. А сам приказал своему сотнику расправиться со своеначальником по-тихому. Но сотник, желая выслужиться пред царем, подверг мученика очередным зверским пыткам, которыми, впрочем, от святого так ничего и не добился. Сброшен был тогда Феотекан с камнем на шее в море, а через несколько дней христиане обрели святые мощи исповедника и погребли их с большим почетом. 23 октября. День памяти святого мученика Феотекна Антиохийского. Феотекан Феотекан